Следите за жизнью Туниса на сайте tunisia.ru, категория 16+. Реклама на радиоэхо Москвы, 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. Эту программу транслирует компания Сити Визор. Угу. Невзоровские среды. Добрый вечер. В Москве 21 час и 4,5 минуты. Вас приветствуют Невзоровские среды. Меня зовут Ольга Журавлева из Петербурга. К нам доносятся голоса Виталия Дымарского и Александра Невзорова. Добрый вечер. Да, мы в гостинице Гильвеция. Никаких особых мероприятий, насколько я понимаю, не ожидается. В ближайшее время про свои лекции я сказал, что это у нас ноябрь Америка. И я предлагаю начать наш выпуск. И давайте, Ольгу, начнем с ротики. Вот с чего-нибудь такого интимного и, я бы сказал, щекочущего воображения. Потому что, как бы, знаете... Вы любите сериалы? Нет, я не люблю сериалы. У меня просто не было никогда возможности их посмотреть. Но зато вы создаете сериалы. Это как телевизор. Так. А какой же я создал? Так. А ты хочешь эротический нам предложить сериал? Эротический сериал. Матильда. Мы из передачи в передачу говорим с вами то про приключения, как вы выражаетесь, по Клоунской, то про этот злосчастный фильм. Ну, теперь у нас есть молитвенное стояние против фильма. Да, да. Причем, вот что интересно, это молитвенное стояние уже началось. Благословил его и придумал его микрополит Камышинский и Волгоградский какой-то. Вот все-таки я поражаюсь, насколько христиане интересные люди. Они собрались все на молитвенное стояние. Фильм с его эротическими сценами еще не вышел. А стояние уже началось. Поразительно, согласитесь. И такая же интересная новость пришла из Крыма. Там многочисленные жалобы отдыхающих и крымчан на то, что в море стало очень много фекалий. Вот прямо плавают и плавают фекалии. Ничего удивительного здесь нет. Они всегда там были, простите. Нет, нет, нет. Там действительно, как вы знаете, народилось огромное количество мелких санаторийчиков. И все там проблемы с канализацией. Они действительно спускают эти фекалии в море. Но я только удивляюсь тому, что отдыхающие жалуются. Они могли бы не ныть, а вспомнить, какие замечательные скульптуры принято в России лепить из этого материала. Вспомните хотя бы в Таттинском районе этого петуха. Его, кстати, еще до сих пор, по-моему, не размыло дождями. Точно так же отдыхающие в Крыму могли бы не жаловаться, а лепить из экскрементов рыбок, дельфинчиков. И вообще не заниматься причитаниями, а нести знамя русского мира так же высоко, например, как трусы Медведева. А почему, конечно, это высоко? Для трусов это достаточно высоко. Я не думаю, что когда-нибудь вам пришла бы в голову мысль выдрузить трусы на себя так. Может быть, это курсет? Ну, тогда это низковато. Потому что грудь у него должна была бы закончиться чуть выше. Вы же знаете, в медицине бывают каркеты совершенно для других целей, а не для того, чтобы... Они уже называются по-другому, и я не могу в эфире это употребить. Боже мой, у Невзорова есть что-то, что он не может в эфире употребить? Конечно, конечно. Я же вообще очень... Я вообще считаю, что вот мне очень понравилось, что запрещено слово «мудила» теперь снова в эфире. Роскомнадзор, да, Роскомнадзор по запросу «новый» пришел к выводу, что, в общем, слово «мудила» является нежелательным, но не тем, которое надо запикивать или тем, за которое штрафуют. То есть мы обрели еще один глоток свободы. Нет, я против, я не то чтобы против мата, да, но я считаю, что все авторские права на мат в Российской Федерации принадлежат Шнурову. Шнуру, да, и каждый, кто употребляет в эфире, просто обязан ему отстегивать какую-то сумму. Авторские права. Да, авторский, просто авторский гонорар. Поэтому давайте в общем... А может быть, разрешив это слово, они туда хотят другое содержание? Возможно, возможно. Мы еще посмотрим на развитие этой истории. Ну, Александр, вы по знакомству всегда можете у Шнура бесплатно взять пару слов. Да, пару слов. Но я надеюсь, что не будете злоупотреблять. Да, одолжите, одолжите. Нет, нет, я не буду злоупотреблять. Я замечательно умею заменять различные слова. И даже, например, там слово, обозначающее полный крах и конец, тоже замечательно заменяется вполне научным термином. Например, вагенец. И всем все понятно, и никаких не требует особых объяснений. Ну, хотя в некоторой полезной слове иностранных слов. Ну, Оль, вы знаете, у меня есть тенденция к несколько казарменному юмору, и к этому уже эхо Москвы и слушатели привыкли. Ну, какой-то казарменный юмор на основе иностранных слов. Не совсем иностранных слов. Да, да, да. Давайте о серьезном. Давайте поговорим о серьезном. Невзоров, вы нам тут каждую неделю вроде как боретесь с религией и атеистов в свои ряды призываете. И что мы видим? Левада-центр докладывает, что с 2014 года резко сократилось число атеистов с жалких 26% до жалких 13%. Невзоров, как вы это делаете? Нет, это делаю не я. Давайте разберемся, потому что вопрос серьезный, и я к нему то же называется готов. И примерно с такими же претензиями ко мне в Россию приезжал и обращался ко мне по ходу дела Докинс, и я ему тоже сумел объяснить. Но давайте я объясню чуть подробнее. Дело в том, что вообще любые социологические вопросы сегодня не следует принимать во внимание. Мы сейчас получим возможность узнать подлинную цену социологии. Сегодня ведь исследуется не общественное мнение, исследуется дикость и вранье масс, готовых мимикрировать для того, чтобы доказать свою социальную положительность как угодно. Они могут сказать все, что угодно. Социологические опросы надо воспринимать не как попытку выяснить социологические истинные настроения, а как способность населения мимикрировать. Ведь что такое сегодня атеист в России? Это обозначение человека, который находится в абсолютном конфликте со всей идеологией Кремля. Не с персоной президента, не с какими-то отдельно тоталитарными, отдельно тотальными недостатками, там вроде коррупции, полицейщины или воровства. Нет, это глубокая и по сути непримиримая конфронтация со всеми смыслами режима и со всеми его ценностями. Это вызов всей системе лицемерной и порочной. Сегодня атеист – это больше, чем просто безбожник, насмешник над старым всяким еврейским фольклором, над неразвитостью и невежествами. Сегодня сознаться в том, что атеист, в общем, почти равносильно сознанию в государственной измене. И неудивительно, что все меньше и меньше людей готовы это делать. Почему я с такой легкостью... Как советские диссиденты. Да, совершенно верно. Почему я с такой легкостью об этом говорю? Потому что у меня была возможность выяснить подоплеку одного крайне любопытного социологического опроса. Вот смотрите, 75% россиян одобрили запрет свидетелей Иеговы. Есть такая религиозная секта. И испытывают по этому поводу глубоко личное такое, глубокое, подлинное удовлетворение. И вот когда вы знакомитесь с этими цифрами, вас ничего не удивляет. А потом вы задаете этим удовлетворенцам коварный вопрос. А в чем, собственно, свидетели Иеговы отличаются от РПЦ? И на этот вопрос не могут ответить 100 из 100 человек. Свидетели ведь это такая же религиозная секта, не имеющая никаких других, никаких принципиальных различий от любых других сект, включая РПЦ, тот же самый древний еврейский фольклор, тот же самый Иегова, Иисус, архаичные байки про чудеса. Вот на просьбу назвать какие-нибудь преступления свидетелей Иеговы, 100% из 100 затрудняются ответить, либо не знают. Вот таких случаев бесстыжей педофилии, захвата собственности, наглости, кровавых ДТП с пьяными попаями, наглого захвата недвижимости никто назвать не может. Но, тем не менее, испытывают глубокое удовлетворение от запрета. И запрещение одобряют. Ну, на самом деле, свидетели Иеговы ничем не лучше РПЦ, но и не хуже. Они точно такие же, просто у них власти нет. Вот им то, что называется, не повезло притереться к кремлевским башмакам. Хотя, если бы у них была такая возможность, вероятно, они тоже бы закрывали выставки, громили, запрещали бы оперы и кинофильмы. Подожди, подожди, я сейчас выведу к нашей теме. Оленька, дай мне, пожалуйста, объяснить. Они бы точно так же захватывали, педофилировали, отправляли бы за решетку. Все религиозные культы абсолютно идентичные. Но все сторонники запрета просто ничего не знают об этих свидетелях. И о чем же говорит этот запрет деятельности религиозной организации, о которой россияне вообще ничего не знают? Это говорит только о том, что все эмоции и убеждения основной массы диктуются Кремлем и СМИ. Это обнадеживает. И что это означает? О том, что, например, запрет РПЦ, который рано или поздно неизбежен, он вызовет, вероятно, не меньший восторг масс. То, что сама РПЦ, как мы на прошлой неделе выяснили, прекрасно подпадает под определение деструктивной секты, уже известно. А население ведь совершенно справедливо полагает, что полушария мозга даны им для того, чтобы кремлевские медийные нацгулы пили бы из этих полушарий все, что им заблагорассудится, пирамидки, шарики, осьминожек, любые фигуры, в том числе и рыбки. Поэтому то, что касается уменьшения числа атеистов, то данные этого опроса надо было бы сравнить с подобным опросом, который наверняка будет произведен, когда в России станет президентом либо атеист, либо человек глубоко безразличный к религии. Вот тут соотношение 96 или 75 и 12 останется прежним. Но 75 станут атеистами, а 12 сохранят верность своим идеалам. Вот я взял просто очень хорошо известный... Почему вы говорите, что РПС запретят? Ну, слушайте, религия, религиозные чувства так или иначе всегда будут существовать. Пусть больше, меньше, но они всегда есть в любой стране. Они, может быть, будут существовать, но не забывайте об удивительной способности публики мимикрировать и давать те ответы, которые их характеризуют как положительную, позитивную социальную единицу. Сейчас они боятся признаваться в атеизме, и дело только, вероятно, в этом. А власть тоже мимикрирует? Власть, я думаю, по крайней мере, все те чиновники, которых я знаю, конечно, выпендриваются на полную катушку. Это все... Пожалуйста, не называйте фамилией. Я не хочу никого ставить в неловкое положение. Сейчас полагается играть в эту игру. Но вот мы видим, что периодически вспыхивает, что вдруг прорезываются какие-то неожиданные настроения. Тут на днях кто-то взял и порубил топором памятник Николаю в Новосибирске. Ведь понятно, что... И покалечил цесаревича. Да, вероятно, это все будет списано на некое душевное нездоровье, на затмение. Но я ведь... Я не говорю, что это здоровье и нездоровье. Я вообще против того, чтобы что-нибудь ломать. Лучше переплавить. Централизованно и нормально, на что-нибудь полезное и нужное. А вот так просто бессмысленно украшать памятник зарубенными и придавать этому драматизм, привлекать к этому внимание... Нет, я не рекомендую этого делать. Но, вероятно, это некий протест на бесстеремонность и наглость тех попов, которые всюду уже натыкивают свои памятники, которые не считаются с тем, что существуют и другие точки зрения на все эти темы. Слушайте, ну, говорите, вот про власть. Сегодня, по-моему, я где-то в петербургской газете читал, опять, значит, в Ленинградской области, в Комарово, в самом вообще таком, в одном из самых таких престижных, да, наверное, мест, опять какие-то там огромные участки им отдают. Ну, вы знаете, чем больше... Под дачу митрополита отдали, там что-то полгектара, еще там под строительство. Тем, вероятно, болезни не будет изъятия в будущем, потому что... Зачем уже понятно? Вот смотрите, сейчас введены санкции, да? И тут, конечно, ничего страшного, потому что санкция абсолютно смертельная. Вот тот случай, когда это смертельная санкция... Вы глубоко проникали в то, что там написано. Вы вот прям... Да, я как раз очень серьезно этим занялся вопросом. Смертельный для кого? И могу сказать для Российской Федерации, что в щи русского мира добавили такое ведро цианида-калия. Наверное, не стоило делать это так жестоко и так нагло. И механизм этих санкций примерно такой же, как у цианида. Может быть, даже чуть поширится. Цианида ведь просто лишает возможность организму пользоваться кислородом, возможности усваивать кислород. У этих санкций применение, скажем так, гораздо более иезуитское, широкое, мощное и страшное. И не случайно сегодняшняя печаль, скажем так, Кремля по этому поводу. Но надо видеть в этой ситуации преимущества, огромные, которые есть. Какие преимущества? Вот, можно сказать, что сегодня закладываются большие общенациональные праздники. Которые, ну, например, он будет наверняка огромный праздник, который будет называться День Отмены. И очень легко визуализировать, как он будет выглядеть. Все будут повязывать себе ленточки цвета хамона. И делать из них банты. На дорогах встанут билборды с надписью «Прости нас, пармезан». Из всех динамиков будут песни «День Отмены с камамбером на усах». Я бы его назвал «Отменный день». Да, наверное. Возможно, будут исследовать ДНК раздавленных гусей для породы, для их национально-породной принадлежности и создания мемориалов. Будут искать трактористов всесоюзным розыском. Искать и отлавливать, которые давили гусей. Они будут назначены за все виноватыми. Но это в недалеком будущем. Да, в недалеком будущем понятно, что это будет. Чуть позже объясню, почему. Но пока все очень хмуро. Мы видим, что чиновники и депутаты регулярно демонстрируют восторг упыря, который показывает новый набор клыков. Клинцевич, в частности, сообщил о том, что в России заложили шесть авианосцев. К сожалению, заложили не в ломбард, не в ломбард. За какие деньги? И строят еще какой-то подводный крейсер. И тут еще какой-то сановитый. Как подводный крейсер? Нет, они строят какой-то подводный крейсер. То есть они идут по пути повторения всех тех ошибок, которые уже угробил в свое время Советский Союз. Потому что тут же в качестве иллюстратора этого угробления возникает какой-то сановитый, но полностью безликий, как принято у них в Единой России, депутат-единоросс. И начинает втолковывать, что война в Сирии – это гораздо важнее для России, чем зарплаты медиков. И медики могут и должны потерпеть, потому что война в Сирии – это гораздо существеннее. И между строк этого милого человека надо, конечно, считать, что имеется в виду не только Сирия, но еще и это донбассское проклятие. Это Донбасс. А тут, кстати, новости есть о лучших, по мнению писателя Прилепина, русских людях, которые там плотно сконцентрировались. Ну, вы помните, в прошлый раз мы насиловали, мы это самое обсуждали, как донбасские ополченцы долго насиловали учительницу украинского, а потом засунули ей гранату, ну, как деликатно мы все говорим, в джинсы, да, с тем, чтобы скрыть следы преступления, и подорвали. Но есть еще новости. Вот, благодаря новой газете выяснились все подробности того, как убивали школьника Степана Чубенко, да, его расстреляли всего-навсего за тоненькую украинскую ленточку, которая была привязана у него к рюкзаку, его пытали, выбили ногами. Все зубы расстреляли герои ДНР, а с трупа, естественно, сорвали какие-то кроссовки. И по протоколам ясно, что расстреляли, вот, цитирую, обнаружив у школьника чуждые политические и идеологические взгляды. Но вот, вероятно, на героизацию таких процессов, при том, что мы не знаем в реальности, что происходит в Сирии, потому что оттуда приходит очень однобокая информация. Вот на героизацию таких процессов, по мнению этого единоросса, не жалко никаких денег. И медики, вероятно, подожду. То есть, пока все это мрачновато. Правда, вот выяснилось... Простите, пожалуйста, вот в связи с этой историей, просто я сегодня видела сообщение о том, что один из обвиняемых в этом преступлении, в убийстве, благополучно отпущен из-под стражи в Крыму. Это в сегодняшней новой газете. Там в большом учебе. Да, да, да. И растворился где-то, растворился где-то в российских просторах. Я думал, что у него... Это уже как-то совсем за гранью? Или я... Нет, это не за гранью. Но подожди, ты не знаешь гранью. Если есть, если взят курс на пещерность, чего удивляться тому, что покровная шерсть становится гуще, а лоб ниже, да? А взгляд становится тупее. Это все и должно быть. Это заложено. Эта дикость является обязательной компонентой сегодняшней ситуации. Да, вот правда, мы знаем, что Малороссии не будет, потому что у Захарченко кончилась водка. И они так и не смогли придумать название для своего государства. И поэтому решили государство нафиг отменить и пока никакой Малороссии не организовывать. Но, правда, они решили сейчас, что они развлекут себя и утешатся массовыми расстрелами за коррупцию. При том, что мы знаем, что... Большой брат им показывает примеры, мне бы сказать. Да, совершенно верно. Это все очень, конечно, забавно и очень поучительно. Я вам могу сказать, что и все эти Клинцевичи, и Поклонские, и Гуси, и Мача, и это все ингредиенты огромного бедствия, огромной трагедии. Потому что любое бедствие в истории – это конструктор. Мы можем его разобрать и посмотреть, из чего оно состоит. Конечно, история, безусловно, не наука, у нас не будет абсолютного знания, у нас не будет фактов как таковых, но у нас будут, скажем так, оправданные допущения. Что вы на меня так смотрите? Просто если человек говорит, что он точно знает, как было, если вот придет к вам какой-нибудь сумасшедший и скажет, я знаю точно, как было при Бородино, или при Гастингсе, или как было при Гавгамеллах. Вот если человек говорит, что он точно знает, отправляйте его на шоу экстрасенсов, или в компанию любых других жуликов, или просто в психушку. Всегда все исторические знания – это нечто, что мы можем в принципе допустить с предположениями о том, что это, возможно, является и, скорее всего, является мифом. И вот у нас нет того исторического материала, который позволил бы нам сейчас спрогнозировать, каково будет бедствие России. Но то, что сегодняшний набор – это конструктор для бедствия, это безусловно. И американцы, они поступили нечестно. Они подогрели этот реактивный раствор. За метаморфозами, которого мы наблюдаем, за реакциями, которого мы наблюдаем, конечно, в подогретом самоксовом состоянии реакции пойдут несколько энергичнее. Это не очень корректно, то, что они сделали, но это, тем не менее, уже все-таки произошло. Тут еще, да. И у нас есть секунды, да, вот я просто специально для тебя, я просто когда сегодня открыл интернет, то я вздрогнул, потому что там была настолько ошеломляющая надпись. Сиракузский университет выяснил, что виновник крупнейшего вымирания в истории Земли найден в России. Вслед за таким замечательным заголовком, конечно, должна была быть картинка Кремля или известный портрет, но нет, 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 все гораздо академичнее. На самом деле речь идет о тех мегатоннах лавы, которые когда-то изверглись из вулканов на территории России, изменили существенный климат и привели к пермскому вымиранию. Это было такое мощное, топовое вымирание, которое превосходило и Мел Палеогеново, и Ордовик Силуруска. Там погибло почти 90% всякой живности. Но вот это теперь очень как-то так четко и любопытно читается. Я знаю, что была еще проблема у Рогозина, да, это вот в тот же самый Паноптикум, в ту же самую историю, они зажрались за Родину. Да, это у него... Еще проблема, и Кремль уже говорит, что все на контроле, и они возмущены поведением Молдавии. А Молдавия взяла, да, и объявила персона нон-грата нашего прекрасного Рогозина. Ну вот напрасно, потому что, кстати говоря, тоже странно, да. Его опять где-то завернули. Его завернули, но на самом деле это просто-напросто отсутствие ума и фантазии. Вот он ведь только... Да, он всех обозвал гадами. Но на самом деле все очень легко, да. Он бы мог не понтоваться, не заказывать себе специальных рейсов, а спокойно лететь нормальным пассажирским самолетом. В России бы ему... Что он не сделал. А, тогда это не было его специально. Нет, нет, нет. Тогда вообще никаких проблем. Его можно было переодеть и загримировать под беременную башкирку, выдать ему, выписать документы там с именем, там, например, ему очень подошло бы чудесное, есть красивейшее башкирское имя Дирижаба. И очень красивая бывает фамилия Басмаджабы, да. Вот, а представьте, он выходит, срывает с себя меха, парку, и тогда, естественно, молдаване сходят с ума от ярости. А когда нет ни ума, ни фантазии, и он странствует, будучи санкционной фигурой, под своей фамилией, чего он удивляется, что из-за него завернули целый рейс. Ему, кстати, здесь предлагают на ракете летать, которую он сам создал. Да, он может полетать на ракете, но полетать на ракете, но на самом деле это капризы, которые не имеют никаких оснований, все то, что он устроил. А можно вот мне на минуточку, на минуточку буквально вопрос еще про одного любимца нашего. Вы знаете, что в этом сезоне хирурга Кремль не полюбил? Не дали ему грант. Не дали ему грант. Какие дали каким-то ужасным левадоцентрам, Руси сидящие, там чуть ли не детскому хоспису, а хирургу не дали. Что происходит? Я думаю, что перед выборами необходимо дезинфицировать скальпели. А скальпель хирурга давно ржавый и тупой. Это уже все не то. Это не тот инструментарий, которым... Поймите, да, это же все такие, в принципе, разовые актеры, которые быстро приедаются публике, быстро становятся смешны. Сейчас всей этой пропагандистской кампании довольно талантливо рулит Кириенко, который понимает, что хирург – это материал. Я думаю, да, конечно. Я думаю, он... Причем это ничего личного. Он понимает, что, грубо говоря, кукла отыграла, и ее пора в корзину. Я думаю, что кукла быстро переметнется на какой-нибудь другой фланг, и мы еще будем наблюдать множество удивительных и забавных метаморфов. Или переждет. Переждет до новой эпохи своей востребованности, но для этого необходимо, чтобы его забыли. А он так старался, он так впечатывал свой образ. И, кстати говоря, неплохо впечатывал, потому что для нас с вами он фигура комическая. Здесь делаем паузу. Будем наблюдать метаморфозы после. Это Невзоровские среды. Послушаем новости и вернемся в эту студию. Невзоровские среды. Есть прекрасная дирижама. Дирижама. Здесь ничего не предлагает. Да, понятно. Читаю. Да. Ну, я вам потом прочитаю здесь одно интересное. Это что-нибудь сильно интересное? Да. Что-нибудь сильно интересное? Про физику. Здесь какой-то пытается доказать, что физика менее точная наука, чем история. А, понятно. Ну, пусть доказывают. Не надо мне читать. Я не думаю, что это может меня заинтересовать. Я не думаю, что меня это может заинтересовать. Сообщите, пожалуйста, Александр Глебович, что в физике силы не складываются по теореме косинусов, не существует принципа суперпозиции, физике не существует ничего точного. История более точная и важная наука, чем физика. Понятно. Оставим его при этом, милые, в иллюзии. 2 за 1.35 в Москве. Продолжаются невзоровские среды. Александр Глебович и Виталий Наумович, вы с нами, я надеюсь? Да, конечно. Мы тут рядышком, что мы тут рядышком. Можно я сейчас делаю реверант в сторону слушателей? В первой части Александр Глебович какого-то безвестного депутата опоминал, фамилию которого он не знал. А вот Фархад из Оренбурга знает. Нет. Не надо им рекламу делать этим дуракам. Не надо. Фархад из Оренбурга пишет, что это результат от нашей области. Вот как его зовут, я не буду говорить даже. Не будем говорить, потому что ведь они на самом деле очень часто несут эту ахинею именно для того, чтобы мы, пресса, их расслышали бы и каким-то образом помогли бы им в создании их реноме, имиджа и каким-то образом их пиарили. Мы не будем писать фамилию одного человека, который сказал, что он в Госдуме будет находиться до смерти. До чьей не сказать? Нет, но Жирик это понятно, потому что ему... Тоже так и будет. Да, это действительно, я даже думал, что... Объясните. А я думаю, что и захоронение тоже надо будет произвести, ведь у нас же есть уникальный... В конце концов, можно привлечь белорусов. Они же уже воздвигли один саркофаг вокруг не менее объемного здания Чернобыльской АЭС. И я думаю, что можно было бы сделать примерно то же... Украинцы, не белорусы. Украинцы, да, конечно. Что можно было бы сделать то же самое вокруг Государственной Думы. И там было бы великое, очень престижное место упокоения. И одновременно вообще... Да, да, да. Это было бы чудесно с точки зрения и градостроительной тоже. Как-то был фильм, помните, с Дефюнесом замороженный. Да, да. А потом их отморозить через пару лет. Они уже отмороженные, Виталий, да. И брать большие деньги за демонстрацию. Но только боюсь, что траты на поводки и смирительные ошейники будут превышать доход от их демонстрации. Давайте поговорим... Вопрос от Вячеслава из Самары. По РЕН-ТВ вчера показали сюжет о том, что американский институт ищет образцы генетического материала, внимание, от молодого русского человека, якобы для создания биологического оружия. В чем маразм, спрашивает Вячеслав? Ну, в том, что согласно общепринятой позиции, скажем так, позиции генетиков, если вы спросите антропологов, вы получите другой ответ. Не существует никаких рас, потому что генетическое разнообразие внутри одной расы значительно превышает те разницы, которые есть между различными расами. Антрополог на это вам ответит, что нет, эти различия есть. Фармаколог найдет свои доводы, потому что действительно у разных народов есть разная склонность к разным заболеваниям. То есть вопрос очень спорный, но генетический материал все равно при этом един для всего человечества, а все те мутации, которые могут в нем быть, или все те изменения, которые в нем наблюдаются, скажем так, то они вполне присущи что жителю Небраски, что жителю Омска или Томска. Это бессмысленный посыл, и давайте перейдем к чему-нибудь более. Например, давайте поговорим про красотку Хахалеву. Мне все очень понравилось. Мне на самом деле эта история очень нравится, потому что, как только стало ясно, что за красоткой Хахалевой стоят, судя по всему, какие-то воры в законе, которые просто с помощью... Вы об этом верите? Я, например, не в состоянии узнать судью и этих странных людей и сказать, да, действительно, я вижу, что она с ними дружила. Мне хочется в это верить, Оля. Мне хочется в это верить. Мне очень хочется верить в то, что действительно судьями во многом, судьями в России управляют воры в законе, потому что у воров в законе понятие о справедливости все же развиты значительно лучше, чем у российской Фемиды. В том случае, если человек попадает в таком суде, у него есть надежда на то, что его дело может быть в принципе решено по справедливости. А если это будет решаться по тем звонкам, по тем положениям, или исходя из тех принципов, которыми руководствуются российские суды, то надежд нет никаких. Вот, собственно говоря, почему я воспринял эту ситуацию скорее как положительную. Ну тогда скажите мне, пожалуйста, вот эта вот очень странная история с пальбой в Мособлсуде, когда вроде бы ужасные преступники плохо охранялись, обезоружили охранников и начали палить, в результате убили-то всех преступников. Ну не всех, сейчас там еще есть тяжелораненые. Это не кажется вам странным? Нет, не кажется странным. И мы, как помните, договаривались все-таки обсуждать ситуации, которые абсолютно характерны для России, являются знаковыми именно для российского пространства. Такая ситуация могла случиться... Нет, нет. Она могла случиться где угодно в любой стране мира. Она как раз нетипична для России, потому что единственное, что эту ситуацию спровоцировало, и что в ней является примечательным, так это почему-то нехватка конвоиров. С учетом того, что мы давно живем в полицейском государстве, где уже на квадратном метре располагается по пять фуражек и по десять метров лампасов, то удивительно, что вдруг особо опасные преступники гуляли по московскому суду под явным недостаточным присмотром. По норме, по-моему, восемь человек. Да, да, да. Там вот такая, скажем так, беда могла случиться где угодно. Поэтому это не очень характерно. Здесь вот спрашивают, кстати, сейчас, Оля, извини, вот здесь вас спрашивают, не кажется ли вам, что это была внесудебная расправа? Да нет, гораздо проще, если была необходима в внесудебной расправе, то гораздо проще было бы их развести по разным тихим изоляторам и организовать красивые эффектные самоубийства, несварение желудка, ну и там всякие инсультики. Ну, не вопрос. Так, кстати говоря, как вся банда Цапка постепенно в тюрьме вымирала. Да, 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 таяла, вешалась, понимаешь ли, и начинала всяко страдать и умирать. Давайте... То есть на вас, кстати, очень обиделись башкирки. Да, Оленька, что? Александр Глебович, на вас башкирки обиделись. Не надо на меня, башкирки прелестные женщины, а то, что есть имя Дирижаба, так действительно есть. И ничего я здесь не придумал, у меня была знакомая башкирка, умнейшая, прелестная женщина Дирижаба. Я поэтому вспомнил имя. Не надо на меня обижаться. К другим темам, у нас их огромное количество. Кстати, один у нас есть главный оплот справедливости в стране, как вы знаете, да, это Рамзан Хадыров. Он вроде бы, помимо того, что он решил все проблемы с Воронежем, он еще вроде бы готов ехать солдатом, защищать мечеть и все такое. Что это было? Да, это хорошая идея, но трудно объяснить логику религиозного человека, но я думаю, что по сути это объявление как бы войны израильской полиции, потому что это сложности взаимоотношения с израильтянами и их полиции. Но следует помнить, что в израильской полиции ребята свирепые и очень хорошо подготовленные. И к тому же, как назло, вот они не любят почему-то безоружные ходить по каким-нибудь мостам. И, возможно, такого уж прямо вот триумфального шествия у Рамзана Ахмадовича не получится в этой ситуации. А как вообще, извини, Оль, извини, а как вообще вот это все сопрягается между собой? С одной стороны, официальная политика России, федеральных властей, которая вполне лояльна к Израилю и даже, я бы сказал, почти дружественные отношения с Израилем. И вдруг, как один субъект федерации российской выступает с позиции не совсем противоположной, но не такой. Ну, мы же знаем, что Чечня периодически имеет возможность бросить меч на весы и сказать, подмигнув, горе подожденному. И все вынуждены замолчать, потому что ситуация обстоит действительно так. А я хотел рассказать, я был позавчера в Лахте-центре, вот в башне Газпрома. Которую мы уже не любим, мы не видели, но уже не любим. Да, 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 очень возбудилась опять питерская интеллигенция, которая опять же трактует про небесную линию, про историзм. Совершенно непонятно историзм какого уровня, да, если соблюдать подлинный глубокий историзм, тогда к чертовой матери надо снести, наконец, этот камень преткновения, это яблоко раздора, Исаакиевский собор. Снова поставить там какую-то деревянную гнилушку во имя Исаакия Далматского, снести к чертовой матери всякие там Астурии и Адмиралтейства, и вернуть вообще этим болотам первозданный вид и их подлинную небесную линию. Где грань этого историзма, к которому надо стремиться. Но я вам могу сказать, что вот для тех, кто ищет в России, чем можно было бы погордиться, то, черт возьми, это действительно то, чем гордиться можно. Это потрясающе зрелище, ребята. Это вот в маленьком точечном варианте, это радикальная победа России, потому что столь современные блистательные технологии, вот эта скорость, эта дерзость проекта, эта современность этой затеи, конечно, совершенно ошарашивает. Я там был на каком-то самом высоком этаже, мы там были с Лидой и с Белоцерковской, там, где еще, грубо говоря, нога журналиста никогда не вступала. Я посмотрел со стороны на это все и вспомнил о том, что является основной темой и мотивом жалоб, про то, что нарушается небесная линия, и что Петропавловка и другие исторические высотки оказываются в таком приниженном положении. И это замечательно, я вам могу сказать, потому что ведь эта высотная иерархия в сознании простых людей, она действительно существует. И сейчас высоты Петербурга занимает что? Символ мазохизма. Ну, крест – это как бы общепринятое с точки зрения академической и классического религиовидения. Это символ мазохизма, потому что это очень мазохистская религия, которая искала страданий, которая видит высшее предназначение, очищение, смысл просветления именно в страдайниках, в муках, в кровище, в гное, в плаче. И крест – символ не только мракобесия, но и, конечно, мазохизма. И над Петербургом этот символ мазохизма занимает главенствующее положение. А теперь главенствующее положение будет занимать современное великолепное знание. И это тоже, на самом деле, очень хорошо. Что касается туристов, то они, наверное, будут в восторге, потому что выполнять бессмысленные туристические обряды они могут где угодно. Они могут хоть у фонтанов Петродворца, хоть у Исаакиевского собора, в принципе, без разницы, где щелкать мыльницами. Главное, чтобы объект был достаточно широко распиален. Судя по тому, какими темпами идет эта лахта-центр и как она здорово получается... А когда его должны достроить? А его должны, по-моему, закончить к 2018 году. К чемпионату мира. Все к чемпионату мира. Я не знаю, к чемпионату мира или нет, но они в очень жестких условиях. Они очень классно, конечно, и очень современно строят. Они добились невероятного порядка на своем объекте. И это, я думаю, будет одной из, скажем так, существенных достопримечательностей. Я, поскольку очень... Я понимаю, что я могу быть необъективен, рассказываю свое мнение, поскольку я не очень люблю всякое старье и не очень согласен здесь даже со своим другом Александром Николаевичем Сокуровым. Я просто вот преклоняюсь, снимаю шляпу перед лахта-центром. Понятно. Кстати говоря, хватит время. Застрелились от тоски, ладно. Застрелились. Понятно, прекрасно. Да, у нас поповедение, у нас... Да, 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 нам необходимо, необходимо обязательно отпоповедиться, потому что сегодня ведь день ВДВ, и сегодня же одновременно Илья Пророк, которого ВДВ... Вроде инфантана. И Сердюков, да, 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 Сердюков, который... ВДВшный, да, он лепечет про какое-то сходство ВДВ и Ильи Пророка. Это очень странно, потому что этот древний еврейский фанатик никогда не носил тельняшку, никогда не носил голубой берет и никогда не плавал в фонтане. К тому же, извините, здесь есть большая смысловая разница. Илья возносился, а десантники десантируются. Это два прям противоположных действия. Персонаж, конечно, был, я бы сказал, мрачненький. Он был истеричным ревнителем иудаизма, фанатичным почитателем Иеговы, действовал всегда с предельной грубостью и беспощадностью. Он на горе Кармель лично зарезал большое количество священнослужителей другого культа. И когда... Нет, ничего общего, но помилуйте, да, мы же не говорим о российских десантниках в таком смысле этого слова. К тому же, он еще и использовал всякие подлые методы для разрешения религиозных споров со сторонниками Астарты или Аштаретт, он навлек на свою собственную страну многолетний голод, когда много людей умерли просто по причине засухи и по причине невозможности земли рожать. То есть персонаж был, скажем так, весьма и весьма мрачный. И чего там есть общего с... Ребята веселые. А не было там никакого боевого духа. А ребята веселые. Нет, ребята, они, может, веселые, насколько я знаю. Кстати, сегодня в Петербурге все прошло без особых приключений, что редко бывает. В Москве там отводили какого-то корреспондента, но судя по тому, что... Ну, нехорошо, когда человек в прямом эфире работает, куда бы он ни работал и что бы он там ни нес. Да там не поняли, что он корреспондент. Не поняли, не поняли. Но он вообще мало особо понимал. Он вообще нехорошо. Он пьяный был. Вообще нехорошо давать по лицу кому бы то ни было, безусловно. Но... Версия, что давал этот хулиган, он был точно не ВДВшник, есть версия, что он сторонник 40-40. А, ну, тогда это вообще все объясняет. Да, да, да. Ну, вот смотрите, у нас еще есть такая интересная подробность, как подписание запрета для уклонистов от военной службы. Тот, кто уклонился от военной службы, 10 лет не может занимать никакую государственную должность. Я думаю, как здорово. Какой классный это мудрый ход. Ведь так сразу должный уровень развития, тупой или не тупой, не проверишь. А тут, если не смог уклониться от несения военной службы, значит, с уровнем развития все в порядке. И в чиновнике человек годится. А у нас есть еще время? Да, есть еще время. Слушайте, здесь... Да, а какой именно? Изменницы родине все-таки тоже две помилованные. Очередные дамы, которые писали смс-ки времен грузинской войны. Это радует. Я думаю, что это, опять-таки, благотворное влияние Киренко. Хотя, насколько я могу предположить, и Владимиру Владимировичу тоже ничего не стоящее благородство. Очень близкое действие. Это же звучит очень красиво. Ну, подожди еще. Ну, насчет Варвары Карауловой. Варвара Караулова все-таки, насколько я понимаю, насовершала действий. И Варвара Караулова принимала участие в потенциально сложных процессах, связанных с мусульманским миром. Там, как я понимаю, я не знаю, задело или не задело. У нас ведь до такой степени все деформируется в процессе следствия. До такой степени подлинная мотивация становится неясна. О Варваре Карауловой мы много говорили на Ахе Москвы. И выяснили, что, в общем, нам всем сказать нечего, потому что дело абсолютно темное до сих пор. Слушайте, здесь вот... Я думаю, что еще вообще много-много-много всяких событий. Вот да, требует здесь, кстати, от нас позитивного. Так вот, Александр Глебович, нелюбимая вами министра образования вводит с 1 сентября в обязательном порядке любимую вами астрономию. Любимую мною астрономию вопрос ценой чего, да? Ценой второго языка. А, вот когда она, любимую мною астрономию, утвердит в школьной программе за счет выкидывания из школьной программы различных мракобесных, бессмысленных и никому не нужных дисциплин, которые только морочат головы детям, я имею в виду... Ну, нет, литературу, ладно, поскольку... Понятно, что имеете в виду, основа культуры какой-нибудь. Есть фанатики этого дела, но хотят они развлекаться, пусть они, в конце концов, читают про своих печоринах. Но я имею в виду то, что абсолютно точно уже в ближайшие 5-6 лет не нужно будет этим несчастным детям, то есть вот всю эту православную догматику, канонику, иконопись и все... У вас ребенок же учится в школе, не учится он всю эту фигню, но это же не у всех все-таки. Моя дочь это не попала. Это не у всех. Это, ну вот, вашей дочери сильно повезло. А куда она попала? На основу атеизма? Нет, ну, я думаю, что у вас девочка... Подождите, девочка проскочила. Ей повезло, она же в этом году поступает куда-то. Да, да, да. А, ну-то просто проскочила. Ну, чего у нас со временем? Вот, кстати говоря, единственное, что я хотел как бы насчет позитива, я могу напоследок сказать, что всякие разговоры о трагедиях, санкциях и возможной ядерной войне как-то уходят на второй план, потому что после того, как показали Лолиту в трико, ядерными взрывами, конечно, запугать население будет уже очень сложно. Она, кстати, сказала, что это был вполне осознанный хайп. Она сняла накидку и пошла на сцену в таком виде, понимая, какую реакцию... Оля, очень важное сообщение. Очень важное сообщение. Здесь моя тезка Виталий пишет, что медовый спас на носу, сообщает он нам. А я вам всем сообщаю, что мы в предварительном порядке, с наступающим днем рождения, поздравляем Александра Леонидовича Невзорова. Ну ладно, спасибо. И за это тоже. Как бы не поздравляем, а так просто вот... Да. Не поздравляем, а приветствую. Приветствую. Я очень спокойный и очень как-то так равнодушный. Ну, ваше право отказаться от поздравления от наших, а наше право... Благодарю. В следующем среду меня не будет. В следующем среду я лекционирую за пределами Российской Федерации. Видимо, она пьется по этому поводу и в следующем среду... Нет, нет, так, к сожалению, у меня множество обязанностей. Послушайте, Александр Леонидович, у нас минутка осталась, а вы про теологическую... Да, конечно. Про защиту теологической диссертации нам так и не сказали. Тут кто-то писал. А там все было очень позорно. Это было очень подпольно. Туда, оказывается, и не пустили ни настоящих оппонентов. Туда не пустили людей, которым было что сказать по методологии, по существу этого вопроса, который именуется теологией. Туда не пустили прессу. В общем, все это как-то произошло так очень подковерно, благостно и совершенно беспомощно. Понятное дело, что все равно никто... Ну, во-первых, стыдно, потому что, согласитесь, все-таки сейчас 2017 год. Очень сложно в 2017 году, уже зная все то, что мы знаем, всерьез называть теологию какой бы то ни был наукой. Конечно, это можно делать только так, затворившись и погасив свет. Вероятно, как и происходила эта защита в полной темноте, при наглухо закрытых дверях. Кто-то уже, кстати, оспаривает из ученых, пытается оспорить эту ситуацию. Да, там три очень боевых есть в сонной российской академии наук. Есть три великолепные боевые единицы. Они не постеснялись, они не стесняются себя называть атеистами и естественниками. И они, я бы сказал, уже предприняли все необходимые шаги. Ну что же, мы тоже предприняли все шаги. Прощаемся. Рассудили все темы, закинули все удочки и предупредили, что в следующий раз «Невзоровские среды» берут отпуск. Это был Александр Невзоров, Виталий Дымарский. А через среду я, через среду я все на посту. «Невзоровские среды» «Святого Духа Тарящего» над моим плечом. А что черепа обозначают? Черепа обозначают наш пиратский старый символ. А вот на треуголке, на пиратской, что приятно, изображение атома. Атома? Атома – это если бы мы были с вами физиками и ядерщиками. Они говорят, да? Да, они говорят, что атомная бомба. То есть сказать, что атомная бомба – это величайший профессиональный жарбомб. Да, атомная бомба. Ну что, курим, мы боимся матом.